Мама говорит, я болезненная была, я тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Два часа быстренько преклочу, на пол диваня. Два часа быстренько преклочу. Ну мы погрузились, поехали, вот в какой-то город приехали, в кинотеатр, вот выгрузили свои вещи, лошади куда-то забрали. Тут уже совсем другое, тут уже война пошла, вот. Здесь уже стреляли опять и бомбили. Потом нас везли куда-то, опять везли. Потом мы в Дрезден приехали, приехали в Дрезден, в лагерь. Были в Дрездене, это уже перед концом войны, наверное, было. Да, это уже последний год был. В Дрездене нас прилетели американцы и так бомбили город, что мы в этом... Там лагерь был, вот, и бомбоубежище. Мы когда в бомбоубежище сидели, это уже я сама помню, вот. Меня вот так колотило, и вся земля, вот, бомбоубежище вот так тряслась. А Вася с Валей убежали, не пошли в бомбоубежище. И убежали, и где-то там на поляны лежали и смотрели, сколько самолетов летит. И они город бомбили, не затрагивая вот эту зону нашу, где лагерь был. Лагерь не трогали, да? Лагерь они не трогали. И знали, да, а мирный город бомбили все-таки. Да, а город бомбили. И потом нас с этого лагеря отправили опять куда-то. Вот что за заселение, я, конечно, не знаю, где нас уже освободили. Там был, ну, типа вот наших гор, возвышенность такая, дорога вот так проходит. Вот это я уже очень хорошо помню. С этой стороны гора, вот. А с этой стороны небольшая, дорога как бы в ложбины вот проходит. А с этой стороны возвышенность. И в этой возвышенности сделан завод. Сверху поля, вот. А внизу завод был. И дом хозяйский. И вот там было очень много итальянцев. Куда всех французов, бельгийцев дели, я не знаю. Вот. Но вот здесь были уже итальянцы. Тоже все в немецкой форме ходили. Вот. И молодые, и старые. Вот. Здесь мы поголодали здорово. Вот. Кормили нас не очень. Вот мы когда у этого хозяина жили, он итальянцам какие-то там деньги, наверное, давал. Вот. Потому что они в пивную ходили и всегда меня брали с собой. А пиво там, ну я сейчас очень хорошо помню, высокие такие кружки, вот. И пены всегда много. И вот они брали это пиво, такая, там так уютно, так чистым. Но, может быть, от этой невидения чистоты, может быть, для меня это рай был. Вот. И это самое. И они всегда сидели за столами, пили пиво это. Мне всегда что-то, какую-то сладость, наверное, покупали. Потому что я очень любила с ними ходить. И девчонки вот эти, украинцы, ходили. И когда мы шли однажды оттуда, а дорога вот так идёт, а по обочине кусты какие-то росли. Вот. И... А там поле. Ровное такое поле. Вот. Возвышенность такая и поле. И вот вдруг слышим гул. Посмотрели на небо, летят. И вот они, эти, итальянцы-то в немецкой форме, они боялись. Вот. А девчонки, вот брат мой, сестра, они бежали на поле, ложились и вот так считали. Сколько ни штук, а сколько звеньев идёт. Так они даже не могли сосчитать. Это, говорят, идут американцы бомбить этот, Дредден. Угу. Вот. Вот Дредден, мы, значит, недалеко от Дреддена были. Угу. У нас как бы здесь дом, а здесь как бы под навес какой-то. Вот она так выскочила. Увидела наши танки. Она без меня не ходила. Меня на руки взяла и побежала. Кричит, наши русские приехали. Вот. Ну, итальянцы не выходили, они в немецкой форме. И мама сразу сказала, что, говорит, ребята, у нас не солдаты, у нас итальянцы. Они только в немецкой форме ходят. И вот это самое, они приехали. И вот с горы, как бы, город недалеко был от нас. А какой город, вот не знаю. Вот. И это самое, с горы вот так идёт автобус. Они говорят, зайдите быстро в дом и откройте роты. Рот откройте, стойте. Мы сейчас стрелять будем. И они выстрелили по этой машине. Или автобус там что-то шёл. Такой выстрел был. Мы в доме попадали от страха. От этого звука. Ну, вот. Потом командир пришёл и говорит, мы привезли наших ребят мёртвых. Надо похоронить. Ну, мама итальянцам объяснила. Вот. Пошли к хозяину. Хозяин дал перину красную. У них перины все. Они под одеялами не спали. Дал перину. Разорвали эту перину красную. Сделали ребята этот постамент такой деревянный. Вот. И на этой возвышенности, вот, за домом взяли и похоронили этих ребят наших. И поставили красный постамент. И говорит, ну, а теперь мы уехали. Они развернулись. Мама, как уехали? Они говорят, мы разведка. Завтра придут наши. Они только уехали, приехали немцы. Сразу же. Вот они только уехали. Вот. Эти два танка ушли. И сразу же с этой горы, где расстреляли они машину, опять едут немцы. Опять мы под пулеметом стоим. Вот. Всех нас собрали. Там уже в семье было 12 человек, девочек с Украины у этого хозяина. Семья белорусов была. Наша семья была. Ну, а итальянцы прятались в этом заводе. Там за станками прятались. Вот. А мы в подвале были и решетки были сняты с окон. Вот. Почему я сейчас эти решетки на окнах, меня раздражают. Мы все время за решетками жили. Вот. И это самое... Ну, тут хозяин нас спас. Пришел и говорит, русские были. Кто был? Ну, он сказал. Русские приезжали. Вот. Танки, танкисты. Они сами пришли, перину разорвали. Взяли, сделали апартамент. Вот. Все. Все заставили. Как бы... Ну, и тогда он... Как сейчас, помню, он стоит вот так, ноги расширивши, стоит с автоматом. А мы все лежим. Комната такая. Все лежим. Вот. Это все, да? Вот. Девчонки, эти... Украинцы, белорусы, все. В этой... Кирпичное помещение такое было для нас. Вот. И это самое... И вот он, это... Ушел. С милостивился. Ушел. Уехали. И вот всю ночь... Их раздражал вот этот памятник. Почему красный памятник стоит со звездой красной? Что русские были. А на утро наши пришли, танки пришли, уже тут это освободили. Говорит, мы уже со всем. Мама говорит, ну что, опять уйдете? Опять нас под расстрел оставите? Нет, говорит, мы уже не уйдем отсюда. Вот. Тут уже итальянцы вместе были. Вот. Сидели, хватили. И вдруг приходит... У них же рация, наверное, в танки. Приходит и говорит, ребята, 9 мая война кончилась. Я сегодня до зари встану. По широкому пройдусь полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню.